И не только девочки, мы надеемся на мудрость наших стрингеров, в том числе Ярик Кучеренко продолжает, собственно, нас радовать своими появлениями в эфире сегодня. Предоставляем ему подобную возможность вновь. Ярослав, пожалуйста. Доброе утро, Тигран, доброе утро, Вика. Продолжаю находиться в парке здесь с Любомиром Левицким, режиссером. Олег где-то там проводит опыты, какие-то, возможно, новые сюжеты еще для блокбастера в стиле, которым снимает режиссер Любомир Левицкий. Но мы продолжаем беседу относительно украинского кино и казахстанского кино, над которым вы работали. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда анонсировали фильм «Тини», «Незабытых предков», вы говорили очень много об украинском герое. И скажите, пожалуйста, сейчас вот в связи с событиями, возможно, какие-то новые появляются герои. Как вы к этому относитесь? И, возможно, будете ли вы снимать фильм, реконструкцию о событиях на Майдане? Сейчас многие режиссеры об этом говорят. Какая ваша позиция? Моя позиция очень простая. Я сказал сам себе слово, что в 10 лет не буду снимать кино про Майдан. Потому что для меня это будет выглядеть, как спекуляция на теме. Поэтому лучше ждать немного, и тогда будет людям интересно. В принципе, и европейцы уже, ну, тут эта тема, потому что передавились новин перенасыщения великие. Поэтому я думаю, что нужно ждать, вычекать, знаете, и тогда будет и раны загояться, и интересно будет. Ну, и конец, будем знать. А украинский герой, который вы создали в своем фильме, может, он появляется тут, на Майдане у украинских фильмов? Ну, честно говоря, нужно размежевать политику и мистецтво, и кино. Даже те герои, которые появились на Майдане, я бы их аккуратно взял и вывел в инше поле. То есть из политического вывел бы там в трехи творче поле. Потому что, на жаль, за много сегодня политики, за много, даже между молодью. И это нужно выводить просто в инше поле. Вот и все. Да, сейчас все знают все про политику, говорят. Вот. И героев нужно создать на экране абсолютно других, ну, подалі от политики. Это должны быть герои, которые будут нести какие-то новые ценности. Тобто, нужно брать результат. Тобто, брать те ценности, которые народились, и их культивировать, и нагадывать про эти ценности регулярно в кино. Тобто, что, в принципе, и делает кинематограф на сегодняшний день. Он не повчает, он просто нагадывает про ценности. Вот и все. Дуже простая задача. Скажите, пожалуйста, вы проводились ваши надеи стосовно украинских героев? Чи были среди тех, кого вы снимали, люди, которые могут потом стать прикладом для украинских подлитков? Так, конечно. Насправді, все происходит очень скрыто. Мы не хотим открыто показать, что таким надо быть, на такое надо быть схожим. Просто, когда асоциация углядача с тем, что он смотрит хорошую историю, хорошее кино, и этот герой живет в этой стране, что и он, то у него автоматически появляется какая-то надея на то, что мы ничем не гірше, и появляется какая-то полноценность. И, знаете, человек чувствует себя полноценно. Вот и все. Вот что делают герои на экране. А еще, моя мечта, это привести мои проекты на международный уровень. То есть, делать кино на экспорт, грубо говоря, которое будет понятно всем, и американцам, и полякам, и кому-то угодно. И Тіні это реализовала? Тіні это реализовала. Я думаю, что нужно делать сиквел, который будет более масштабным и на международном уровне. Мы ждем сиквела, ждем проката Тіни уже в середине липня, как говорили. И стосовно героев в украинском кино, героев этого фильма, анонсирую, что было сюрпризом. Можливо, завтра уже в нас в гостях будет Богдан Юсивчук, человек, который, возможно, стал героем. Поговорим с ним, или он себя чувствует, как украинским героем. И стосовно других событий, которые с ним происходили, конкурсы Містер Свиту. Это все будет завтра. Мы надеемся на это. Сейчас прощаемся с вами. Або еще сделаем одно включение звезд из парка, если даст на возможность. Спасибо, Ярик. Мы будем ждать твоих дальнейших включений. Но сейчас, дорогие друзья, хотим напомнить, что Ярослав Кучеренко общается на тему развития украинского кинематографа. Олег Борисов у нас сегодня балуется в эфире, можно и так сказать. Он делает у нас сегодня необычные опыты, всех нас веселит. Мы желаем вам доброго утра и хорошего продолжения сегодняшнего дня.